И у нас ровно восемь, и мы начинаем. Как мы с вами и договаривались, вебинары теперь не будут долгими, мы лучше будем давать какую-то короткую тему, почаще. Вы будете выполнять домашнее задание, мы будем двигаться дальше. Итак, давайте посмотрим на прошлом занятии, у вас было вот такое домашнее задание. Описать две свои самые выгодные аудитории, рассказать нам, как вы выяснили, что именно эти аудитории для вас самые выгодные, выяснить, какие позиции, по идее, самые популярные у этой аудитории, провести анализ этих позиций, что можно сделать с их составом, и прислать фотки к кухне со всеми цехами. И здесь у меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, достаточно ли этого анализа для того, чтобы решить, как вам менять ассортимент? Достаточно ли этого проведенного анализа для того, чтобы решить, как вам менять ассортимент? У меня очень много знакомых рестораторов, до сих пор так себя и ведет. Они говорят, мне нравится вот это, у нас шеф-повар увидел вот такую новинку, а гости сказали, что они любят это, и мы вот им решили поставить это все в меню. А потом они спрашивают, почему порча большая, гости не ходят, мы же вроде классное меню сделали. А мы тут с вами еще анализ аудитории провели, чеки их посмотрели. Причем не всех аудиторий, а только самых выгодных. И я спрашиваю, достаточно ли этого анализа? Продуктовая матрица. Продуктовая матрица – это инструмент, который помогает уже подсобрать выбранный ассортимент. Но с ним надо определиться, что вы будете продавать, вот хотя бы примерно, ориентировочно. Продуктовая матрица, она уже помогает выбрать конкретные позиции. Прямо из вашего ассортимента, что убрать, что оставить. Но какой-то анализ еще нужно провести, кроме того, что мы посмотрели чеки аудитории, выбрали аудиторию. Ладно, а ты думаешь, что какой? Поставщиков? Нет, не поставщиков. Поставщиков искать потом будем. Мы пока решаем, что нам делать с ассортиментом. Вообще вот борщ ставить или луковый суп, роллы продавать или пиццу. И мы проводили анализ аудитории. Мы смотрели, кто рядом живет, кто гуляет, какие самые выгодные их чеки смотрели. А чего еще не хватает, чтобы решить окончательно, что убираем, что вставляем? Дегустации. Андрей, видите, тоже заскакивает вперед. Он уже дегустирует. На самом деле нам необходимо снять отчет из системы. И сегодняшнее занятие, оно будет небольшое. Я посвящу настройке системы учета, отчет по продажам для анализа, как снимать. Это не так просто. Вам понравится, поверьте мне. И, конечно же, вот Светлана пишет, царевая матрица. Да, мы сегодня с вами рассмотрим, что такое продуктовая матрица. Я вам дам задание сделать две из них. Не одну, а две. И это, в принципе, самый главный последний шаг на пути к вашему дизайну меню. Там уже потом у нас пойдут разборы ваших занятий. Итак, если вы готовы, то мы продолжаем. Я сегодня буду показывать на системе AirKeeper и StarHouse, потому что у меня есть к ним доступ. Но вы можете, в принципе, то же самое делать не сейчас. Сейчас не надо. Сейчас только смотрите, у вас будет запись. В принципе, все то же самое есть в других системах учета. И поэтому я предлагаю, что мы поехали. Я сейчас включу рабочий стол. Так, и я переключаю. И как вы знаете, те люди, кто используют AirKeeper и StarHouse, у них есть две программы. StarHouse – это складская программа. И AirKeeper – это оболочка, с которой работают официанты. И меня часто спрашивают, откуда снимать отчет. С одной стороны, со StarHouse это делать легче. Получается, здесь мы нажимаем отчеты, отчет по реализации, акт реализации. И я всегда советую снимать последние два месяца. Ну вот, например, действительно, после летнего затишья, очень интересно, с 1 сентября, пусть по текущее число. И мы выбираем здесь обычно у многих предприятий вот такие три группы. Товары – это сырье, то, что привозят нам поставщики. Меню ресторана. Здесь, как вы видите, есть бар отдельно. Обычное меню. В меню есть подгруппы салаты, супы, тра-та-та. И есть полуфабрикаты. То есть нам сейчас с вами нужно знать для отчета, что продается. И вот здесь первый совет. У многих вот в этом разделе меню ресторана находится то, что они давно уже не используют. Например, система, которая разрешила мне сегодня к ним подключиться и посмотреть, у них, видите, даже папка старая находится под разделе меню ресторана. То есть если я сейчас этот раздел выберу, включая вложенные группы для отчета, у меня старая туда выпадет тоже. В принципе, не беда, потом можно скрыть это в Excel, но на самом деле все, что в меню ресторана больше не используется, старые категории. Их ни в коем случае нельзя удалять, но перетащите их в какую-нибудь другую подгруппу, чтобы в меню ресторана у вас находились только актуальные позиции. Здесь важная ремарка, что и меню ресторана, и бар нужно обязательно анализировать отдельно. Склад, в принципе, можно не выбирать, если у вас здесь столько еда, если у вас здесь не только еда, то вы выбираете склад производства, чтобы бар нам не вылезал. Можно поставить галочку, вычислять суммы на основании накладных и группировать по, нам сейчас с вами нужно, в принципе, по товарным группам. То есть там как раз у нас пойдет группировка по горячим закускам и т.д. и т.п. Но я всегда предпочитаю для первичного анализа выбрать «Не группировать». И напоминаю вам, что мы сейчас снимаем данные из складской программы. Мы нажимаем «Применить». Складская программа хороша тем, что она показывает отпускные суммы и закупочные, также на оценку. То есть так как в ней ведется весь учет, ставится сырье на приход, проходится списание, она выдает нам отпускные суммы. И вот первая ошибка. Многие руководители им выпечатывают именно этот отчет. Они смотрят и говорят «Ого-го, у нас греческий продано 54 порции, или гренки 110 порций, или егерский – вау, 131 порции, 182 порции». Они этому очень радуются. И, ребята, этот отчет недостоверный, на него опираться нельзя. Поэтому я предпочитаю снимать отчет из эркипера, из оболочки официантской. Я вам сейчас покажу, почему. Итак, здесь вот у нас тоже есть бар, меню, и нас сейчас интересует еда. Для того, чтобы снять здесь отчет, айтишник должен настроить такую функцию, как импорт себестоимости из Тархаус. Потому что постоянно меняется себестоимость, и программа автоматически ее не выгружает. Перед тем, как вы решили снять отчет, вы делаете импорт себестоимости из Тархаус, нажимаете «Ок». У нас он выдает ошибку по одной позиции в этой программе, которая предоставила нам доступ. Это ничего страшного, я просто вам показываю функцию. И вот, получается, мы переходим, в Айке это будет то же самое, отчеты, меню, расход блюд по категориям. И мы с вами также выбираем период с 1 сентября, возьмем за последние 2 месяца. И смотрите, в эркипере мы нажимаем не «Ок», а «Куб». Вайка не уверена, как настраиваются те поля, но должно быть еще проще наверняка, чем в эркипере. И смотрите, почему отчет из станции менеджера гораздо объективнее, чем из Стархауса. То есть вы убираете сотрудника, убираете число гостей, вот что дает «Куб». Он дает вам поиграться с отчетом. Мы сейчас все категории уберем, и нас, смотрите, уже автоматически выключились банкеты, бар, все не нужно. Нам нужно только блюдо пока, да? Ну еще вот детское добавим, так как это примерно на одном и том же строится. И вот в чем самая главная фишка. Здесь можно добавить стол. Если я сейчас добавлю стол в отчет, код я уберу, и я выключу сейчас офисы, мера на вынос, босс и став. Кальян. А кальян это что? В кальянную. В кальянную. Ну в общем, я выключу, почему я выключаю став? Потому что они с 50% скидкой едят. Почему я выключаю босс? Потому что он ест с 50% скидкой. Почему я выключаю вынос? Потому что тут бах, какой-нибудь там человек себе в офис заказал 20 егерских, тоже с 20% скидкой. Это повлияет на цену. Мне будет казаться, что низкий, вернее высокий кост у блюда. Мера понятна, да? Если мы не выключим банкетные столики, то нам будет казаться, что какую-то позицию хорошо едят. А ее просто разово заказали на банкет. В общем, Эркипер позволяет это все выключить. Мы выключили лишние столики. И дальше снова утаскиваем это поле. И теперь мы видим только те позиции, которые съели реально гости ресторана. Не в рамках банкета, не в рамках каких-то мероприятий. Это съел не персонал, это съел не босс. Потому что, к примеру, у кого-то ходит босс каждый день и ест такой суп томкха. И если снимать общий отчет, не выключая столики, то потом получается, что вау, томкха у нас продаваемый суп, давайте его оставим. А на самом деле этот томкха может замещать место в меню для какого-то более продаваемого супа и т.д. Теперь у меня к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, вы отчет до сегодняшнего дня снимали, выключая эти столики? Или снимали все скопом? Пишите в WhatsApp или пишите здесь. До сегодняшнего дня снимали все скопом или выключали? Мне нравится, когда меня много. Снимали все скопом. Ну вот теперь вы научились. Я снова перехожу на рабочий стол. Теперь вы понимаете, почему это так важно. И в принципе вы можете с сегодняшнего дня, у вас всего лишь сегодня 4 ноября, в РКПЕС делать настройки. Так, а где у нас делается заказ, по-моему? Это самому все можно сделать. Настройки, столы и залы. Планы залов и столы вы заходите. Заходите в свой основной зал и создаете столики, вот эти вот персональские. Светлана пишет, что у нас категории праздники, с собой персонал и зал. Смотрим по отдельности. Светлана, это другое. Сейчас. Заново все повторю. Вы сейчас говорите про вот эти категории, про категории меню. Вот они. Что у вас здесь все по отдельности. Так, Светлана, у нас тоже. Но я про то, что персонал, сотрудники могут что-то есть по меню. Босс что-то может есть по меню. Случайно на банкет, идет банкет, могут отбить салат. Не из категории банкеты. Здесь тоже есть банкет-салат. Но официант может ошибиться или менеджер ввести позицию из салаты. Либо он не то, чтобы ошибся, а их нет в банкетном меню. То есть это что-то было по меню. И за этим невозможно уследить. Оно испортит вам всю статистику по продажам. Единственный способ за этим следить, это создать стол мера или банкеты. И приучить всех, они легко с этим справляются. Просто все банкеты, неважно за каким столом они сидят, бьются на столик мера. Даже с этой банкетной 15 человек. Если у вас сидит босс, то все его заказы бьются на столик босс. И потом все это выключается из отчетности. Спасибо, что вы написали эту ремарку про категории. Я только что как раз благодаря этому объяснила, что наличие категорий не предохраняет от этой ошибки. Далее. Мы с вами получается сняли отчуда столы. Сняли отсюда отчет. Где он наш отчет? По категориям. Вот он. Значит отчет по категориям. Вот мы выгрузили его из AirKeeper. Мы с вами убрали столы, да, ненужные. И теперь мы его экспортируем в Excel. Я его сохраню на рабочий стол по категориям, пускай он так называется, сохраняю. Еще раз снимем отчет. Я сюда не добавила себестоимость. Вот она. Да, нам она нужна вот сюда. Итоги убираем. Все. Теперь можно выгружать. Давайте теперь еще раз выгружаем. Этот отчет я вам пришлю для примера. Я вам сейчас еще один финт покажу. А что еще нужно делать с отчетом? То есть заметьте, большинство выгружают отчет, не убрав недостоверные данные. Это раз. А дальше, не проверив цены. Смотрите, что теперь мы делаем с этим отчетом. Мы меняем здесь колонку. Кост. Называем ее Кост. И Кост равен, ставим равно, себестоимость, поделить, да, оплачено. А у нас себестоимость идет одной позиции, да, на среднюю цену. Вообще формулу Коста я вам пришлю, это себестоимость поделить на ту цену, за которую мы гостю продаем. Система же, как вы видите, система нам показывает среднюю цену, и потом вы просто растягиваете эту формулу. Система показывает нам среднюю цену, и это хорошо. То есть мы уже опираемся на то, что у нас у гостей есть скидки 10%, 5%. И вот еще одна причина, почему нужно выключать босс и персонал, потому что у них 50% скидки. И вот мы с вами растянули Косты. А теперь смотрите, что мы делаем. Мы все выделяем. Я сейчас не буду выделять все, но вы будете уделять все. Вот я выделила сколько нужно. И дальше я делаю сортировку. И меня интересуют те позиции, которых продается больше всего. То есть я буду сортировать по столбцу количество. В Excel я делаю данные сортировка, количество и по убыванию. Мне наоборот нужно, чтобы было видно, к чего продается больше. В принципе, вы сейчас подготовили файл для того, что специалисты называют ABC анализ. То есть, к примеру, смотрите, у нас 50 блюд, и это 100% блюд. 50 блюд – это 100% блюд. И вот их общее количество. Если мы делаем ABC анализ по количеству, вот общее количество проданных блюд – 146. Давайте я вам тоже фишку покажу. Если вы хотите, чтобы у вас строка не съезжала, вы ниже нее ставите. Ниже нее ставите. Дальше идете в… Вот, закрепите области. Закрепяете эту область выделенную. Теперь, если вы будете идти вниз, у вас эта строка будет всегда перед глазами. Вот. То есть, количество у нас блюд сейчас проданных за период… А, 68 всех – это в детском меню. И похоже, что 4821 в основном. Вот. Это и называется ABC анализ. Из всего этого количества блюд, ну, к примеру, у нас было продано за период, там 480 блюд. 20%, 30% и 50%. 20% – это будет группа А, 30% – это будет группа В, и 50% – это будет группа С. Вот. Ну, и смотрите, 20% от 400… Так, сколько у нас там блюд? Количество. Тык-тык-тык. Он показывает, что 4800. Но это тоже не объективная цифра, потому что здесь у нас соусы упали. Их так-то по-хорошему надо удалить. Вот. И получается, что 20% в количестве, а вот этих 480 блюд, и будут у вас группа А. Но сегодня я, собственно, не собираюсь вас знакомить с вот этой аналитикой ABC, потому что это достаточно для многих сложно. Я покажу вам, как действовать проще. Итак. Вот открытую еду, кстати, отсюда надо было убрать, потому что 157 блюд, они портят нам статистику. На самом деле, в данном предприятии открытая еда – это просто 100 рублей. То есть, одна единица открытой еды – это 100 рублей. Поэтому вот эту строку вообще из-за чего-то надо будет убирать. И мы с вами отсортировали по количеству, начиная с тех блюд, которые были больше всего проданы. И вот эти блюда и будут наша группа А. То есть, это значит, что их достаточно хорошо едят. Вы уже их можете выделить там. Ну, не знаю. Все, что, мне кажется, до 30, более-менее для маленького бара, можно пока выделить вот зеленым. Это будет наша группа А. И дальше нельзя все еще принимать решение, что останется ни что нет. Давайте посмотрим. Смотрите. Стейк из свинины. Себестоимость 49 копеек. Давайте что-нибудь адекватное возьмем. Вот нам система показывает, что якобы карбонара, у нее себестоимость 24 рубля, продано их было 77 порций, средняя цена 300 рублей, класс. И получается, что кост у нее 0,08, да? И ресторатор принимает такое решение, вау, карбонару я оставлю и даже с ней ничего делать не буду. А на самом деле, по каждому блюду нужно идти в складскую программу, открывать комплекты. Проще это сделать через список товаров, чтобы не искать, потому что мы уже знаем, что это в меню ресторана. Новое меню. Это у нас в пастах. Карбонара. И мы открываем ее комплект. Нажимаем правой клавишей, смотрим свойства комплекта. И видим, что себестоимость карбонары нифига не столько, сколько показывает Эр Кипер. Он нам показывает, отчет наш, давайте его откроем, что у карбонары себестоимость 24 рубля. Опа, выгрузка, да, произошла? А на самом деле Стархаус показывает, что на сегодняшнее число у нее себестоимость 67 рублей. И тогда вы ручками в отчете меняете на 67 рублей. И тогда, смотрите, у вас уже получается, кост меняется. Все еще он остается хорошим. 0,22 для пасты, но это уже другая цифра. У многих на предприятии бывает такая ерунда, что они и в Стархаусе открывают комплект и смотрят, что цена маленькая. А на самом деле, смотрите, если встать на дату и начать крутить колесико назад, следите глазами вот за эту колонкой. Себестоимость. Привет, Ольга. Назад. Видите, она скачет 72 рубля, 63. У нас еще более-менее она скачет из-за того, что вот здесь меняется цена на спагетти, на бекон незначительно. Видимо, что-то привез другой поставщик. Но у многих тот, кто списывает, он косячит. И он, когда ему не хватает товара, что-то ставит на приход по нулевой цене. И вот в этой колонке появляются нолики. Из-за этого формируется низкая себестоимость. Эта низкая себестоимость падает вот в этот отчет. И ресторатор, принимая решение, думает, что ого-го, себестоимость низкая. Вот, к примеру, банану сплит, смотри, он сейчас показывает, 56 рублей, да? Кост классный, супер здорово, оставляем. Но вот ладно, здесь выпадывает себестоимость салат с теплым лососем 6 рублей. Конечно, всем понятно, что такая себестоимость быть не может. И поэтому он идет в систему и смотрит салат с теплым лососем, какая же у него на самом деле себестоимость. Салаты. Салат с теплым лососем. Находим его комплект. Свойства комплекта. И вот его реальная себестоимость 124 рубля. Проверяем, чтобы в этой колонке нет ноликов. Еще момент, когда у вас может косячить бухгалтер, и вы будете получать неверную картину. Но это если он делает акты переработки. Акты переработки тоже делать запрещено. В принципе, я сейчас с системой закончила. Этот отчет у меня есть. Мы от системы отключаемся, от Anidesco. Он нам больше пока не понадобится. Я его не буду закрывать. Я его сверну. Ладно? Как его свернуть? Отлично. Так. Презентация. Супер. А я на чем остановилась? Что акты переработки делать нельзя. Да. Значит, почему мне нравится AirKeeper? Хотя у Айки лучше функционал. Но Айка, несмотря на всю красоту своего функционала, позволяет списывать дни, продавать продажи автоматически. То есть вот официанты вчера что-то отбивали в счета. И сегодня утром ваш бухгалтер-технолог может поставить галочку, что автоматически все списать. И независимо от того, есть у него товар на складе или нет у него товара на складе, это все спишется. Система AirKeeper Star House не позволяет такого сделать. Нужно проводить каждый день вручную. И 99,9 технологов делают так. Они начинают продавать день, им система говорит. Вчера у нас было отбито официантами 20 котлет. На одну котлету в твоей программе идет 100 грамм фарша. То есть, чтобы эти 20 котлет отдать, у тебя должно было быть 2 килограмма фарша. Но у тебя, говорит программа, вчера не было 2 килограммов фарша. У тебя было 1,5 килограмма фарша. Пока ты не дашь мне, говорит программа бухгалтеру, еще 500 грамм фарша, я тебе день продать не дам. И что делает технолог? Плохой. Все. Не обижайтесь технологий, вы делаете это все. Это причина, по которой мы с Андреем уволили технолога и стали это делать сами. Стали это делать сами. Потому что даже те, кого мы учили, как это делать, они все равно делали это по старинке. Хороший технолог идет к поварам. Ну, я пока грубо объясняю, да, я вам скажу, как это все легче сделать. Хороший технолог идет к поварам и говорит, ребята, официанты вчера отбили 20 котлет из куриного фарша. Вам на них надо было 2 килограмма фарша. Что вы в них клали? И тут два варианта. Повар может сказать, мы делали их из куриного фарша. Технолог говорит, но у меня в программе не было 2 килограмма фарша. Повара говорят, а у нас был. О чем это говорит? Почему в программе не было 2 килограмма фарша, а у поваров были 2 килограмма фарша. И они сделали 20 котлет из куриного фарша. О чем это говорит? Молодец. Ребятки, так вот так убирается недостача кухни. И вот так настраивается отчетность шаг за шагом. Давайте там еще кто-то что-то пишет. Нет, они говорят, что использовали куриный фарш. Не работали вы технологами, друзья? Ну я рада, тем полезнее наш вебинар. И мы потом его запишем, выложим. И смотри, сколько поваров перестанут недостачу платить. Ну вот Светлана приближается к истине. Тут дело может быть в следующем. Это могут быть 2 ошибки. Первое. Не оприходовали товар. Второе. Три ошибки могут быть. Ошибка в карточке. В каком-то другом товаре, в какой-то другой карточке, заведенной в систему, этого фарша вбито больше, чем повара на самом деле кладут. Ну либо в эту карточку они скажут, что... Либо в эту карточку вбито меньше, вернее вбито больше, чем они на самом деле кладут. А так делают все, потому что надо на всякий случай закинуть процентов 10-15. Ну так уже сейчас не делают, так уже сейчас не грубят. Я вот сколько систем проводила ревизию, так уже технологи не грубят. Они уже так не делают, иначе это все портит себе стоимость. Вот. И тогда технолог с радостью возвращается на рабочее место и говорит, ага. И она открывает. Там это легко очень делается. Она нажимает на фарш, правой клавишей по нему, вхождение в комплекты. И смотрит, какие товары с этим фаршем в последние дни продавались. Вот в них, в этих карточках. И будет ошибка. Либо она действительно забыла поставить на приход чек, либо накладную. Второй вариант следующий. Подходит технолог к поварам и говорят, повара, у меня тут 20 котлет отбито, мне нужно было на них 2 кг фарша. А мне система говорит, что у меня не было 2 кг фарша. Они говорят, а, да, так у нас не было 2 кг фарша, но нужно было уработать жопы от вырезки. И мы эти жопы прокрутили на мясорубке, смешали их с оставшимся фаршем и налепили эти 20 котлет. И тогда технолог возвращается и делает акт переработки. Но повара должны были записать, сколько жоп они переработали в обычный фарш. В общем, это вот правильная процедура акта переработки. Как мы это делали? У нас был чат у поваров в WhatsApp. В нем был технолог и управляющий. Повара, когда перерабатывали, они писали. Они завесили и вот они в телефон вбили. Я 500 грамм жоп взял, прокрутил, у меня получилось 300 грамм фарша. И технологу не важно, куда потом пошел этот фарш. Она просто делает этот акт переработки. Почему же сейчас у вас себестоимости неадекватные в этом отчете, который вам выпечатывают? И вы не можете на него опираться. Потому что я уверена, что все технологи до сих пор делают так. Если им нужно продать день, провести проводку, и они видят, что у них, к примеру, минусит молоко, перец болгарский и куриное филе. Оно у них минусит, в минусе, не хватает. Хотя чаще у всех минусит лосось, вырезка говяжья, да? Ну, пускай лосось и вырезка говяжья и какой-нибудь салат. То бухгалтер делает так. Она такая смотрит, а что у нее плюсит? Она такая, о, курица плюсит. Мясо? Мясо. Горбуша плюсит? Плюсит рыба, рыба. Селедка вам. Или селедка, да. И там петрушка у нее, или микрозелень плюсит. И она берет и делает такой акт переработки. Микрозелень в рукколу, курицу в недостающую вырезку и селедку, либо горбушу в лосось. И она радуется. Она такая, я плюсы убрала, я минусы убрала. А рыба в рыба же. Сливки в молоко. А какая нафиг разница? А повар не клал сливки в суп вместо молока. Он клал молоко. И разбирая эти проблемы один за одним, со временем исправятся все недостачки в карточках, все ошибки в карточках. Со временем исправятся все ошибки в карточках. И найдутся все ошибки прихода, и ваши повара совсем перестанут платить недостачу. А иногда ведь знаете, как бывает? Смотришь карточку, она верная, там все правильно. Выход блюда в меню стоит 250 грамм. Думаешь, да как так, почему товар-то плюсит? Очень многие, кстати, радуются, что товар плюсит. А радоваться не надо. Он не должен ни минусить, ни плюсить. И вы идете на кухню, и заказываете этот салат, и стоите, и смотрите, как его готовят. И выясняете, что уже много лет повара готовят его по памяти. И получается, у них не 250 граммов, как стоит в меню, и как списывает система, а 200. Они говорят, так всегда так делали. А потом выясняется, а почему невкусно стало. Вот яркий вам пример. У нас всегда грибной крем-суп был хитом продаж. И в очередной я снимаю этот отчет, и смотрю, что грибной суп не продается. Я думаю, нифига, что за дела. И какое первое действие, если что-то перестало продаваться? Вы выяснили, что что-то встало в отчетах. Ваше первое действие. Да, Андрей меня пнул, пока я подглядываю в тетрадку. Правильно, ваше первое действие это попробовать. Вот, в общем, я заказываю грибной суп. Желательно, чтобы повара не знали, что это вам. И приносят, и я чувствую, в нем кубик. И он неоднородный, такой вот, и грибочков-то кусочки. И тогда я зову шеф-повара и спрашиваю, что с супом-то? Он говорит, а я не знаю, я давно его сам не готовил. Там, что-то же грибной суп, его сто лет готовят. Я говорю, так ты попробуй. Он видит, что грибы не перебиты. Говорит, да, надо им сказать, чтобы они лучше перебивали. Я говорю, а вкус-то вкус. И тут выясняется, что они откуда-то достали этот бульон грибной. Вообще, черт знает, где они его взяли. У нас вроде никогда не было бульонов на кухне. Кто-то заказал под шумок, кто-то обриходовал, никому не сказал. И начали класть вот этот бульон в суп грибной. И понятно, что гости это чувствуют. Он перестал им нравиться, они перестали его есть, упали продажи. И кто знает, возможно, гости перестали ходить. Потому что они подумали, что кухня испортилась. Вот такая мелочь выясняется программой. Значит, на этом все, что я вам хотела по настройке в системе учета, показала. И по поводу отчета по продажам для анализа, это ваше будет домашнее задание. Выудите из системы отчет. У кого Айка, у кого Эркипер. Попытаться вырубить оттуда банкеты, персонал и боссов. Причем не только раздел персонал, а то, что ели сотрудники со своей скидкой. Или то, что ел босс со своей скидкой. Если у вас сейчас этого выудить не удастся, не переживайте. Потому что то, что я вам сейчас показывала в программе, вы один раз проделаете. Ну, сколько у вас позиций в меню? Ну, не больше же ста. Если больше. Ну, не больше ста у вас позиций в меню. Я напоминаю, мы не берем банкетное сейчас, мы не берем ланчи. Мы берем только основное, но на крайняк детское. Ну, если у вас завтрак есть, бог с ним, хорошо тоже. То есть, ланчи не берем, обеды не берем, банкеты не берем. У вас-то максимум 100 позиций. И вот каждую позицию вам нужно открыть в складской программе. Можете сами научиться, можете с технологом сесть. И посмотреть себестоимость. Встать на комплект, на дату и начать пролистывать ее назад с кроликом. Если себестоимость за последние два месяца скакать сильно не будет, значит, все хорошо. Вот этих вот неадекватных актов переработки, значит, не было. Если же себестоимость будет скакать, то вы находите два крайних комплекта, где, к примеру, цена за одно и то же блюдо 50 рублей, и тут она бах и 80. И тогда начинаете глазками смотреть, а какой продукт в карточке скачет. И начинаете смотреть движение этого продукта. То есть, вам домашнее задание сделать такой отчет. Отчет – это финальный, последний шаг перед тем, как вы поймете с моей помощью. Здесь я каждому дам индивидуальный разбор. Какие блюда оставлять, а какие блюда убирать. И теперь у нас начинается вторая часть задания. Необходимо будет сделать вот такой шаблон. Я вам его пришлю после того, как вы проанализируете отчет. Это называется техническое задание на меню. То есть, вы обязательно сделаете отчет, пришлите мне отчет, чтобы мы с вами вместе смогли его разобрать. И дальше, сейчас здесь тоже закреплю. Забыла, опять где-то делается. Закрепить области. Вы делаете вот такую табличку. Я вам вот эту для образца пришлю. Вот здесь идет название блюда. Здесь идет описание, которое мы встанем в меню. Мы потом лишние колонки с вами скроем и будем отправлять это верстальщику на верстку. Выход в граммах. Себестоимость мы договорились, что вы в этот первый раз сделаете это вручную. Правильно? У вас пока технолог хулиганит с актами переработки. В карточках всегда будут ошибки, если этого не делается, не проверялось. Поэтому себестоимость вы тщательно выписываете вручную. Вы выписываете цену из меню. И у вас автоматически этот файлик будет считать на ценку в рублях на позицию и кост. Фуд кост это себестоимость поделить на цену. Можете этот файлик пока не анализировать, просто его сделать. Я вам шаблон этот сегодня пришлю. А можете добавить к нему еще одну колонку. И здесь будет примечание. Я вам, кстати, ее добавлю. Она будет называться анализ. Поехали. К примеру. Клаб сэндвич. Описание. Выход 280 грамм. Себестоимость 75,26. Кост у нее. Наценка сэндвича 215 рублей. Здесь бы я написала вот такое примечание. Блюдо трудоемкое. Готовится долго. Сэндвичный хлеб больше никуда не входит. Портится. Заказывают не часто. Наши люди предпочитают здоровую еду. Продаж мало. Кост. Несмотря на то, что вроде бы нормальный. Но выход большой. Гости заказывают только это блюдо. 215 рублей я с него получаю. Плюс еще скидка. И принимаю решение, что лучше бы убрать. Переживут наши гости без клаб сэндвича. А если не надо вставить колонку количества, нет? Проданного. Это у них в отчете будет. Можете сюда вставить. Правильно Андрей говорит. Можете сюда вставить колонку. Давайте ее сделаем. Я вам пришлю с колонкой проданное. Чтобы вы понимали, анализ проводили на основе всех данных. Просто чтобы не делать лишнюю работу. Все, что меньше 10 порций. Так на самом деле это просто нужно кост. И в описании подставить тот отчет к продажам. Чтобы не делать 2 файла. Да. Просто в отчет продажи вам это надо подставить. В общем я вам шаблон пришлю. Просто вставите колонки в отчет продажи. У вас получится 1 нужный файл. Он же будет ТЗ на верстку. И он же будет ТЗ на для шеф-повара. Короче вы должны понимать. Что скорее всего ваш шеф-повар. Даже если посмотрит наш вебинар. Он этого делать не будет. Это будете делать вы. Теперь спрашивают меня как часто. Ну друзья раз в 2 месяца вообще самое редкое. Что вы можете себе позволить. Сколько времени занимает? Да 4 часа. 4 часа раз в 2 месяца. Вы просто говорите ко мне не подходите. Берете вкусную еду. Потому что вы смотрите название блюд. И читаете комплекты. И очень есть хочется. Заказывайте себе вкусную еду в офис. Заодно и заказывайте то что продажи падают. И сидите. Сначала причесывайте отчет. Вырубайте ненужные столы. Я вам инструкцию подробную пришлю. Затем сортируйте его. Пересматривайте в записи. Как я это делаю. По количеству. Затем начинаете каждое блюдо выписывать ручками. Себестоимость. Потому что даже самая умная Айка. Не дает вам нормальной себестоимости. Потому что ваш технолог. Уже постарался. Он сделал акты переработки. Он жахнул что-то на приход по нулевой цене. А еще они знаете как делают? Они дату накладной переносят. То есть по факту товар привезли такого-то числа. Но им нужен этот товар раньше, чтобы продать. И они меняют дату накладной на 3 дня раньше. А к примеру в этой накладной были перцы уже по новой цене. По зимней. И у вас это все влияет на себестоимость. В общем тут ничего не сделать. Один раз в 2 месяца будьте добры. Выковаривайте себестоимость ручками. На самом деле можно еще взять консультацию у специалиста. Который обслуживает вашу систему. Айка или Аркипер. Вот по Аркиперу я такого нашла. Он консультирует удаленно. Бог с ним, что он в Екатеринбурге. Он невероятно крут. Если вам нужен контакт этого специалиста по Аркиперу. Который поможет вам все настроить. Объяснить как работают эти отчеты. И сделать так, чтобы вам как можно меньше. Надо было там потом ковыряться руками. И научит вашего технолога списывать правильно. А вас научит контролировать это. То вы мне напишите в директ. Я вам дам контакт этого прекрасного Ильи. Специалисты такого по Айке я к сожалению не знаю. Потому что с Айкой я не работала. Ну и подъехали. У нас последняя тема. У нас сегодня, как я обещала, вебинар будет не длинным. Мы лучше с вами будем заниматься чаще. Чтобы вы скорее смогли обновить свое меню. Чтобы это не затягивать. И я хочу показать вам сырьевую матрицу. Не все там так просто. Давайте переключаемся на рабочий стол. Сейчас я уже не забуду его включить. И вот файл сырьевой матрицы. Сейчас я подожду. Он должен быть у вас весь виден. Файл сырьевой матрицы на самом деле делается из того же отчета. Вот тот отчет, который вы сделали в предыдущей части занятия сегодняшнего. Выгрузили его из системы. У вас там получается перечень блюд. Перечень блюд подряд. У вас продажи стоят. Себестоимость позиции. Цена позиции. Выход. Это очень важно. Он должен здесь быть. Я вам тоже этот бланк пришлю. Ну и вот у меня как бы суммарная маржа. Маржинальная на все количество. И кост маржинальный. Мне так было проще. И смотрите теперь, что вы делаете. Я сейчас снова зайду в Ваннидеск. Вот у нас стоит, смотрите, мясная плата. Мы открываем комплект в системе. Смотрите. Свойства комплекта. И система показывает нам все ингредиенты. Если у нас комплект, мы видим, что комплекты. А зеленый это товар. И он показывает, сколько грамм. Ну возьмем нет-то. Нас интересует нет-то. Входит этот товар в систему. Но так как у меня в мясном плате плата комплекты, не самый лучший пример. Сейчас выберу что-то тогда другое. Например, давайте салат Цезарь. Так, выбираем салаты. Цезарь пускай будет с курицей. Так, свойства комплекта. И вот здесь у нас какие-то товары. Филе грудки, масло растительное, соль, помидоры, микс салата. Это уже комплектом сделано. Микс гренки, пэфэшка, соус, айоли, сыр, пармезан. В общем, смотрите. Меня не интересует соль и масло растительное. Вопрос к вам. Почему я не буду в сырьевую матрицу ставить масло растительное, соль, помидоры и сыр пармезан дешевый? Почему я не буду в сырьевую матрицу ставить соль, масло растительное, помидоры и пармезан дешевый? Еще я не буду туда ставить майонез, яйцо, муку. Почему? Сегодня не мой день для ответов. Так, мы не будем на это обращать внимание, потому что это тот товар, который у нас будет всегда. И он расходуется в любые блюда, и он расходуется по-разному. И мы без этого товара не можем. То есть у нас всегда на предприятии будут помидоры, мука, масло растительное, соль, и они не портятся. То есть меня для салата Цезарь интересуют только филе грудки, микс салата и в принципе соус айоли. И я смотрю, что филе грудки у меня идет метто 60, микс салата 40 и соус айоли 30. На этом вот я могу теперь переходить в сырьевую матрицу. И смотрите, у меня слад Цезарь. Так, здесь опять не закреплена эта правая строка. Мы сейчас все закрепим. Закрепить области. Закрепить. Я видимо что-то другое закреплено. Ладно. Так, это старое меню, поэтому я вам спокойно его показываю. Цезарь с курицей. Смотрите. И мы вот сюда выписываем товары, которые входят в это блюдо. Отдельный файл сделайте, пожалуйста, на полуфабрикаты. То есть там тоже пойдет этот список блюд. Либо, если хотите, можно вот сделать, к примеру, товары. Вот так идут товары в строчку. А дальше продолжить полуфабрикаты. Так, наверное, будет удобнее, когда все в одном файле. И вот если, к примеру, в салат Цезарь с курицей входит куриное филе, айсберг и сыр пармезан и салат листовой, то как бы раньше в матрицу предлагали ставить единички. Единичка это означает, что товар туда входит. А вот в салат егерский, к примеру, входит сыр голландский, куриное филе, томаты черри свежие. Но мы сейчас просим вас, когда вы открываете карточку, ставьте, пожалуйста, граммы. То есть, допустим, куриного филе в Цезарь с курицей входило 60 граммов, сыра пармезан, допустим, 30. И у нас вот тут был айоли пф, айоли пф, его входило, допустим, 30 грамм. Вы вход вносите в граммах. Я вам пришлю файл, который внизу итоги будет считать не по граммам, он будет считать по тому, сколько раз вошло. Но вот почему все ставили единички? Они ставят единичку, какой-то вар входит в позицию, затем внизу задают формулу. Она называется просто суммировать эти единички, а я вам функцию сюда поставлю сосчитать значения. И получается, что сыр голландский входит у нас в блюдо 17 раз. Баклажаны 9, вырезка домашняя говяжья 8, соус соевый 7, а рукола 7 раз. И затем делается сортировка этого файла. Сортировка она делает только ингредиентов. Вот так вот только выделяете. Ингредиенты и полуфабрикаты. Вот не вот здесь, а вот за верхнюю строку, чтобы у вас выделялась вся колонка. Так. Дальше данные. Сортировка. Сортировать по строке 101. И я хочу по возрастанию. Я хочу видеть сначала, наоборот, лузеров. И получается, вы можете легко проверить. Смотри. В семгу. В паштет. Видишь, он показывает паштет. Входит печень говяжья и багет мини. Так, я сделаю паузу, посмотрю, что все нас видишь, все слышат. Отлично. Возвращаемся к сырьевой матрице. То есть убедились, что сортировку сделали правильно. И теперь смотрите, едем вниз. Эти формы я вам сейчас же пришлю. Смотрите, печень говяжья входит в одно блюдо. Багет мини в одно блюдо. Икра тобика в одно блюдо. Черемша в одно блюдо. Грузди в одно блюдо. Сыр камбер в одно блюдо. То есть один раз. И здесь дальше начинается анализ дополнительный. К тому, что мы вот уже с вами проанализировали продажи, проанализировали аудиторию. Как бы вроде думаем, что это нужно оставить. Блюдо продается. Последнее, что мы смотрим, это сырьевая матрица. И дальше по каждому ингредиенту вам нужно, чтобы сырьевой матрицей, когда вы ее построите, вы ее сортируете, с вами сел шеф-повар. И вы сидите и задаете вопросы. Печень говяжья, как приходит? Он говорит, упаковка 10 килограммов. Говорит, ого-го. А куда же она с тобой входит? Она у нас с тобой входит в паштет. Ого-го. А какие у паштета продажи? Не капец, какие большие. А какой же у него кост? Ну, хороший. А какая же у него моржа? Так всего лишь 130 рублей. А что, поворачь с ним сильно мучаются? Сильно. Не получается у них перебить. А порча большая? Большая. И принимается решение отправить это в топку. Вместо с печенью и вместе с паштетом. Пусть кто-то другой делает паштет, но не ваш ресторан. А бывает наоборот. Смотришь, например, салат Цезарь с креветками. Сейчас переключусь на себя. Смотришь на салат Цезарь с креветками. И у него кост плохой. И продажи плохие. И кто-то говорит, давайте его уберем. Зачем его убирать? Туда входит та же заготовка, что на обычный Цезарь. Туда идет тот же микс салат. Туда идут те же помидоры и те же гренки. И туда идут креветки тигровые, которые уже есть, потому что они используются в другом блюде. Они уже лежат очищенные. Чем бы их не пожарить. Зато порадуется тетенька, которая съест этот салат Цезарь за 450 рублей. Но вы в данном случае должны понимать, что салат Цезарь с креветками не должен подходить по цене вашей аудитории. Пусть он стоит 450, пусть он стоит 550. Это уже дополнительная опция для тех, кто хочет Цезарь с креветками. И тогда и не стоит отделять для этого блюда отдельное место в меню. Можно дать фотку Цезаря с курицей, описание Цезаря с курицей и два ценника. Один ценник будет там 260 рублей Цезарь с курицей и дальше 450 рублей Цезарь с креветками. И тогда меню не будет пугать вашу целевую аудиторию. Но при этом, если к вам зайдет тот, кто хочет Цезарь с креветками, он его получит. То есть сырьевую матрицу нужно разбирать позиция за позициями. Вот смотрите, смотрим опять. Колбаски баварские входят в одно блюдо. Начинаем смотреть. В какое блюдо? В колбаске. Продано всего лишь 12 порций. Себестоимость 76. Кост 22. Вроде как бы хорошо, да, по косту. И нетрудоемкая, и приходит там по 20 штук, и хранить не в лом. Но продается почему-то мало. Может быть дело в очень большой цене, 340 рублей. Может быть неудачное фото. Начинаем открывать меню. Может быть дано этот гарнир картофельное пюре, и просто продавать ее колбаской. Начинаем смотреть, что делают другие наши конкуренты. И думаем, а может быть тогда увеличим оборот колбасок. Вроде как бы и эта закуска нужна, она хорошо продается, у нее хороший кост, она не запарная. Ну и колбаски не хочется, чтобы много в холодильнике лежали. Может быть мы сделаем, и вот здесь начинается уже рассуждение. Может быть мы сделаем закуску на фуршет, отфотографируем. Может мы сделаем эту колбаску в детское меню. Может быть... Может быть мы сделаем салат с баварскими колбасками, чтобы туда урабатывать вот лом. Они же ломаются в заморозке. Может мы на бизнес-ланч будем давать иногда эту колбаску. Понимаете? То есть мы придумываем, как мы будем учащать расход нужного нам продукта для той позиции, которая важна для самой выгодной для нас аудитории. Вот это вот можно просто записать. Иногда полуфабрикат или продукт не скоропортящиеся, не занимают мало места. И тогда можно себе позволить их хранить. Но и то мы стараемся вот даже все равно как-то прогонять в несколько позиций. Для этого и нужна сырьевая матрица. Это первая задача, для чего она нужна. Чтобы вы видели, в какие блюда вам нужно еще этот продукт запихнуть, чтобы он двигался, чтобы он не портился. Какие продукты, какие блюда лучше вообще убрать, потому что они как бы не играют роли на той аудиторию, на которой вы хотите зарабатывать. Но они только вам приносят порчу, убытки и неудобства. Но есть еще такая фишка. Почему я вас попросила, сейчас включаю рабочий стол еще раз. Почему я вас попросила ставить сюда не единички, а то число грамм, что входит. Потому что потом выясняется такая картина. Что допустим, куда-то куриное филе или бекон в какое-нибудь блюдо. Про куриное филе или про соус айоли или про еще что-нибудь. Куриное филе тоже не подходит. Да почему подходит, я же объясню. Он не по этому. Иногда бывает так, что в один салат заправка, там ягодная, входит 20 грамм, а в другой салат 30 грамм. Или куриное филе. В один салат входит 30, в другое блюдо 40, а в горячее допустим 90. Так вот, когда вы в матрицу вставите граммульки, очень удобно причесать все меню, подогнать, где-то пускай на несколько рублей в ущерб себе, а где-то в ущерб гостю, чтобы граммы были одинаковыми. То есть, если в салат Цезарь идет 30 грамм куриного филе, то и, к примеру, в салат с курицей и тыквой тоже 30 грамм куриного филе. И в пиццу с курицей тоже 30, не 25 и не 40. И в пасту с курицей пусть идет, допустим, тогда 60 грамм. Два кратно это филе. Как вы думаете, для чего это нужно? Чтобы микс салата, у вас в каждый уж салат шел одинаковый. Чтобы, к примеру, если у вас в микс салат идет 30 грамм, то под гарнировкой к горячему пусть он будет 15. А не 10 там и не 20. Почему это важно? Если у вас порция, к примеру, сырных палочек 4 штуки, а вы делаете еще какое-то блюдо и они там идут на гарнир. Ну и нам Елена уже ответила, да, для одинаковых заготовок. Фишка в том, что если вы посмотрите, как работают повара, они во время запара достают эту куриную грудку, начинают от нее отрезать этими руками, мясными, доски, нож. Ужас! Дай бог кидать на весы, а то я на глаз. На глаз, на глаз уже, потому что запара, какие весы. И точно так же они поступают с заправками и со всем остальным. Так вот, если вы унифицируете количество, которое идет в блюдо, то повар с утра нарезает куриное филе. И вы подбираете, ну можно всякие приносить из дома пластиковые ложки. Я видела вот у Додо Пицца, прикольно, у них пластиковые стаканчики. Они покупали разные. И они поняли, под какой продукт им подходит. То есть, к примеру, и в этом курином филе стоит этот пластиковый стаканчик или картонный, или вот эта ложка из детского питания. И все знают, что одна ложка из этого детского питания или спортивного питания, наверняка же кто-то ест спортивные смеси. Если сверху, то это будет как раз 30 грамм куриного филе. И все, во время запары можно работать без весов. И гости всегда будут получать блюда одинакового качества, а не так, что сегодня там много мяса, а сегодня там мало мяса. Потому что идет унификация, и поварам так проще, быстрее работать. И вот здесь очень важный момент, можно его записать и помусолить в голове. Друзья, продающее меню, это не только то, которое соответствует вкусам аудитории, это еще и постоянно качественное. Вот, например, в Екатеринбурге я постоянно ходила в пекарню. Не потому что я люблю булки, а потому что пекарня находилась в той точке, мимо которой я иногда шла голодная. И булки, это вообще не моя еда. Но из-за того, что там булки были все время качественные, иногда я заходила и покупала. То себе, то ребенку, то мужу. Потому что не было такого, что там оп, мало начинки положили, оп, она сухая. Нет, булки все время были одинаково качественные. Это все, что я хотела показать вам сегодня. Это самое важное, самое ответственное задание. У вас уйдет, как я на него сказала, первый раз, не больше одного дня. Давайте подытожим. Настроить систему для получения достоверных данных. Попробовать, если у вас есть, вырубить ненужные столики, вырубить ненужные данные. Если у вас не было стола банкеты и не было раздела банкетное меню, то это засада. То это засада. Нужно примерно тогда представлять, что у вас покупалось на банкеты. Но мой вам совет, создайте отдельную категорию банкеты. В ней продублируйте те позиции из меню, которые продаются на банкеты. И подпишите их, к примеру, салат Цезарь, банкет. Стейк из семги, банкет. Чтобы потом для животчетности вы видели, что это банкетная позиция. А не та, которая продалась по меню. Дальше. Выгружаем отчет за последние два месяца. Выключаем банкеты владельцев, персонал. Если всего этого нет, создайте сегодня эти столики, создайте сегодня эти категории. Сделайте сортировку по числу продаж. Проверьте вручную ТТК на каждую позицию. И выделите зеленым те позиции, у которых большое число продаж. И хороший кост желтым, большое число продаж, но кост высокий. Хороший кост это низкий кост. А все, что больше, кост больше 0,3, выделяем желтым. Но все еще число продаж большое. И вы задаете себе вопрос, что можно сделать с такими позициями. Примером может быть следующий. Мы уже один приводили сегодня в вебинаре, второй. Допустим, открываем пасту с говядиной. И она классная, хорошо продается, гости любят, рекомендуют ее гостям. Но у нее достаточно высокий кост, то есть маленькая моржа. Напишите, пожалуйста, существует несколько способов понизить себестоимость этой пасты. То есть улучшить кост, это часто означает понизить себестоимость. Напишите мне, какими способами можно уменьшить себестоимость блюда. К одному блюду подойдут одни способы, к другому другие. Здесь уже каждое блюдо нужно рассматривать индивидуально. Значит, во-первых, можно уменьшить выход блюда. Вот сколько раз мы это проделывали? Паста 300 грамм или паста 260 грамм? Ну нет, это слишком много. Гости не замечают. У нас сейчас все пасты по 250, по 260 граммов. То есть первый способ уменьшить блюдо, выход. Второй способ, надо было мне наверно слайд на эту тему сделать. Второй способ, попробовать у поставщика попросить скидку на самый дорогой ингредиент. Третий способ, попробовать найти другого поставщика, у которого дорогой ингредиент будет не худшего качества, но стоить дешевле. Ну вот в свое время это было с сырами Филадельфия и Креметто. Разницы особо никакой для чизкейка, но у Креметто совсем другая цена. Можно найти там другие сливки в пасту, которые дешевле. То есть попробовать найти дешевле ингредиент. Иногда смотришь, шеф-повар напихал туда баклажаны. Вот на самом деле будет там баклажанов 50 грамм или 20, гостю на самом деле по барабану. Можно уменьшить число баклажанов и увеличить число кабачков. То есть немножко изменить соотношение продуктов, более дорогих уменьшить, дешевых увеличить, но тут же пойти это приготовить и поесть, чтобы убедиться, что это не повлияло на качество. Паста все еще вкусная, никто из гостей не скажет, что ха-ха-ха, закрохоборили самые дорогие ингредиенты. И следующее домашнее задание сделать сырьевую матрицу сырья и полуфабрикатов. Ну друзья, да. Волшебства не произойдет. Так и есть. Работа над меню это, я бы не сказала, что это сложно на самом деле. Это не тяжело и не трудоемко, но мы сидим вместе с шеф-поваром, с тем, кто у нас выполняет эту роль, карпим буквально 2-3 дня. Дальше он пошел отрабатывать, дальше мы пробуем, дальше мы модифицируем карточки, мы спорим с ним по подаче, мы говорим, что это большой выход, вот это будет трудоемко готовить. Здесь заменяй гарнир, потому что повара его так не отдадут, он идет заново перерабатывает. И вот важный этап, который я всем советую. Смотрите, в чем ошибка, шеф-повар делает отработки и говорят, да, да, вкусно, красиво, супер, вводи в меню. Делать надо не так. Шеф-повар сделал отработку, вам понравилось. И вы говорите, сейчас, короче, сфотографируй на телефон, сделай карточку, мы это повесим, пока в меню еще не вводим, вешаем в цех, и повара должны по этой карточке изготовить полуфабрикат и потом отдать. И вот то, что приготовят повара, вы должны пробовать на дегустацию, потому что именно так это будет выходить в зал, а не так, как приготовил ваш шеф-повар. И вот тогда вы поймете, что нет, для ваших поваров это сложно, и даже ваш шеф-повар в запару так уже не отдаст. И да, это блюдо хорошее, но лучше вы выберете для меню что-то попроще, чем вы поставите это, и ваши гости будут получать какашку. Вот такое домашнее задание. Все, что вы пришлете, я проверю индивидуально. Я с каждым подключусь на индивидуальную консультацию, бесплатно, в рамках этого курса, но только с теми, кто сделает домашнее задание и кто сделает его в срок. И мы разберем, и вы поймете, куда вам двигаться по направлению к отработкам, обновлению вашего меню далее. Далее. Следующее занятие будет посвящено разбору самых интересных, самых полезных, на мой взгляд, кейсов из всего, что вы пришлете. То есть я опять же не буду говорить там, кто что прислал, но мы разберем самые интересные сырьевые матрицы, самые интересные выводы, которые у участников появились. И то задание, которое вы сделали после предыдущего семинара, те, кто мне прислали. Какие открытия вы сделали по поводу ваших аудиторий, почему вы сделали такие открытия и т.д. и т.п. То есть следующее занятие будет полностью посвящено разбору домашки. Это будет интересно, потому что именно на разборе кейсов можно многому научиться. То есть сегодня через час я пришлю вам бланки, я пришлю вам образец отчета, я пришлю вам текстовую инструкцию, как это все проделывается. Дедлайн домашки будет по воскресенье, потому что в понедельник я буду все это разбирать. И скорее всего в следующий вторник у нас будет с вами вебинар, но я еще в группе напишу. Давайте, хорошего вам дня, через час я вам пришлю все бланки, инструкцию и точную дату следующего вебинара, делайте домашнее задание. И уже со следующей недели вы закончите проект, финальный проект вашего нового меню. У вас будет готовое ТЗ для вашего шеф-повара. Останется только это отработать, отфотографировать. И на эту тему у нас тоже будет семинар. Ну все, хорошего вам дня, пока-пока. Продолжение следует...